Глава семнадцатая Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря «Никому не сказывайте о сем видении, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» И Иисус сказал им в ответ «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал «Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали «Почему мы не могли изгнать его?» И Иисус же сказал им «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит. «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему «С посторонних». И Иисус сказал ему «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».